Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот какая красавица. Давай, пошла. Откровение, 18 глава, с 9 по 10 стих. И восплачут и возродают о ней цари земные, блудодействующие и роскошно стоя с нею. Когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали, стоя издали от страха мучений ее, и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. Толкование. Когда они видели город в огне, то сердце отрепетало и не верило. Неужели город действительно сгорит? Неужели великий царственный Вавилон может пасть? Разве не навечно утвердился этот город? Но вот огонь прогорел, и увидели царит дым от пожара. Все кончено. Города нет. Только дым от черных руин печально поднимается вверх, прообразуя дым мучений огня Гиенского, который будет восходить во веки веков. Откровение, 14 глава, 11 стих. И тогда восплачут и возродают о ней о городе блудницы, цари земные. Это не те десять царей, что совершат суд над блудницей. Те не будут скорбеть о гибели города, которую ненавидели и сами уничтожили. Это цари земные, блудодействовавшие и раскошивавшие с нею. И вот время их безумного разврата, сладострасти и роскоши кончилось. Они страшатся и подойти к гибнущему городу, сами боясь погибнуть, но только восплачут и возродают, стоя издали от страха мучения ее. И как над покойником будут причитать цари, говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий!» Надменная крепость города превратилась в дым. Не с кем царям больше блудодействовать и раскошествовать. Поняли они, что кончилось их время. В один час. Сейчас нам уже совсем нетрудно и буквально представить себе гибель великого города в столь краткое время. Быстро и незамедлительно пришел суд твой, Вавилон. Скоро, скоро и час нашего суда. Откровение, 18 глава, 11 стих. И купцы земные восплачут и возродают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Толкование. С мировым городом была тесно связана мировая торговля. И вот через падение Вавилона нарушается торговый баланс по всему миру. Не о разрушении города, не о гибели людей, но о том, что товаров их никто уже не покупает. Восплачут и возродают купцы земные. Глаза сухие при виде чужого горя и своих грехов. Внезапно проследятся от того, что никому уже не нужны больше их товары. Вот люди, для которых серебро и прибыль успешно заменяют сердце и совесть. А пока купцы поняли одно, что успешно торговля кончилась. Впереди банкротство, а то и нищета. Наступает мировой экономический кризис. Откровение, 18 глава, 12-13 стих. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и парфиры, и шелка, и баграницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа, и мрамора, корицы и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и лея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Толкование. Прежде всего идут благородные металлы и драгоценности, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга. Потом идет то, что служит для одеяния и украшений, и весоны, и парфиры, и шелка, китайский шелк, и баграницы. Откровение, 17 глава, 4 стих. Все это предметы царской роскоши, которые соответствуют восточному городу Вавилону. Далее следует материал различных изделий и предметов роскоши, и всякого благовонного дерева, вечно зеленое дерево африканского побережья, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа, и мрамора. Далее идут товары благовонных веществ. Корицы. Азиатское кустарниковое растение, дающее мазь для волос. Эфимиама, эмира и ладана. Возможно, эти вещества будут использоваться и в богомерзком культе антихриста. Далее перечисляются предметы питания. Сначала растительные, потом животные. И вина, и элея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец. Затем предметы человеческого общежития и коней и колесниц. И, наконец, в качестве товара идут сами люди, рабы, являющиеся собственностью своего господина и товаром. Так мы видим, что все от безжизненных металлов, растительности, предметов питания, животных, и до тела, и даже душ человеческих обращено в товар. Кроме того, еще раз видим, что смертельная рана зверя исцелеет. И в кончину века снова с неслыханной силой воскреснет работорговля. Откровение, 18 глава, 14 стих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательно удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Толкование. Под конец, перечисление всех товаров, еще раз отдельно упоминается о плодах, услаждавших чрево. И плодов, осень, осенние плоды, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное, жирное, располагающее к веселью, и блистательно удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Так оправдываются слова апостола Павла. Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Филиппийцам, 3 глава, 19 стих. Возрыдают купцы, ибо все это утеряли, и уже не найдут больше этого нигде, никогда. Откровение, 18 глава, 15 по 17 стих. Торговавший всем сим, обогатившийся от нее, встану вдали от страха и мучений ее, плачу и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру, и багреницу, украшен золотом и камнями драгоценными, и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали. Толкование. Как и цари, так и торговцы, не смея приблизиться к гибнущему городу, бывшим некогда из их царицей, станут вдали от страха и мучений ее, и восплачут, и возрадают о внезапной гибели такого богатства. Вот единственное, что еще может вызвать слезы в продававшихся мамоне. Наличие печати антихриста навсегда гарантировало им беспрепятственную торговлю по всему миру. Но вот в один час уничтожено самое сердце мирового рынка. Как и цари, так и торговцы будут только причитать горе-горе. Откровение 18 глава, 18-19 стих. И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, «Горе, горе тебе город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустил в один час толкование». И вот все они, как и цари, и торговцы, не смея приблизиться к гибнущему городу, стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили. «Помни, Вавилон, тебе поклоняются все, тобой восторгаются все, ты расклеваешь всех, ты обогащаешь всех, но настанет день, и никто не придет тебе на помощь. Все твои поклонники, соучастники в грехах и удовольствиях, все тобой обогащенные и обольщенные останутся вдали, и, созерцая дым от пожара, уничтожившие тебя, будут плакать и рыдать. Не о тебе, о нет, а об утрате своих удовольствий и богатств. А о тебе только прозвучит их траурный реквием. Горе, горе тебе, и дикий хох от десяти царей. Некогда слуги антихриста восклицали, говоря, «Кто подобен зверю сему, и кто может сражаться с ним?» Откровение 13 глава, 4 стих. «Возложившие божеские почести на главу антихриста посыпят с плачем и воплями пепел на головы свои. Посыпание пепла головы – знак печали». Сравните Иво 2 глава, 8-12 стих, и Иезекииль 27 глава, 30 стих. «Вот оно, лучшие и совершеннейшие всех обществ. Вот финал, ибо опустил в один час». Со всем описанным перекликается пророчество Иезекииля о Тире. «Из кораблей своих сойдут все грибцы, корабельщики, все комчие моря, и станут на землю, и зародают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпав пеплом голову своей и валяясь в опрахе, и всетованием своем поднимут плачевную песнь о тебе и так зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы, множеством богатства твоего и торговлю твоей обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, скоб, как Тир погиб в водах, вавилон в огне, Геннадий Фаст, товары твои и все толпившиеся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе, ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки. Иезекииль, 27 глава, 29-30, с 32 по 36 стих. Откровение, 18 глава, 20 стих. Веселись, асием, небо и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. Толкование. Не к злорадству призываются праведники, но к великой радости о долгожданном пресечении зла. Ничто так не радует праведника, как прекращение греха. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо им обещано, ибо они насытятся. Матфея, 5 глава, 6 стих. Но нынешний век полон неправды и несправедливости, и поколение за поколением уходит, так и не встретив торжества истины и справедливости, уходит, не насытившись правдой. А потому даже в загробном мире души праведников опьют громким голосом, говоря, да коль, владыка, святой и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, Откровение, 6 глава, 9-10 стих. Но вот наступил день, и совершил Бог суд над беззаконием и беззаконниками в ответ на эту молитву святых о праведном воздаянии. Поэтому и суд здесь назван суд ваш, то есть святых. Господь ставит себя, как бы только исполнительного того суда, который призывали праведники. Потому веселись осем небо, то есть ангелы и святые вообще все праведники, достигшие спасения, апостолы, ученики Христовы, основавшие церковь и почти все претерпевшие мученическую кончину. Откровение 18 глава 21 стих И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. Толкование Это напоминает, как в древности порок Еремия, записав книгу все бедствия, которые должны были прийти на Вавилон, и послал Сесарию сына Нерии в Вавилон прочитать это все там, и наказал ему. Когда окончишь чтение всей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата, и скажи, так погрузится в Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно из не могут. Иеремия 51 глава 63 по 64 стих Как стремительно безвозвратно и не оставляя никакого следа на поверхности моря, тонет брошенный большой камень, подобный жернову, таким же будет и падение великого города Вавилона. Погибнет быстро, в один час, навечно и бесследно. И Господь употреблял в своих речах образ тонущего жернового камня в знак падения и вечного низвержения. Так он говорил, «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жернов камень на шею и бросили его в море». Марка 9 глава 42 стих Но если так будет наказан соблазнивший одного из верующих, то сколько более будет наказана великая блудница, вином своего блудодеяния, соблазнившая все народы и если возможно избранных Матфея 24 глава 24 стих Камень подобный большому жернову означает и великую тяжесть при грешении города и за эти грехи города уже не будет он будет повержен в море вечных геенских мучений Откровение 18 глава 22 23 стих И голоса играющих на гуслях и поющих и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет не будет уже в тебе никакого художника никакого художества и шум от жерновов не слышно уже будет в тебе и свет светильника уже не появится в тебе и голос жениха и невесты не будет уже слышно в тебе ибо купцы твои были в вельможи земли и волшебством твоим вне введены заблуждения заблуждения все народы толкование вот и результат до этого как в дни ноя ели пили женились и выходили замуж и вот внезапно быстро как тонет большой камень вверженный в пучину моря все прекратилось прекратилась беспечная и безоблачная жизнь прекратилось вообще все нет веселящихся и отдыхающих нет искусства нет производства нет жениха и невесты нет ничего только ветер разносит дым от пожарища да плачут и стонут видевшие катастрофу подобное описание запустения смотрите Иеремия 7 глава 34 стих 25 глава 10 стих Исайя 24 глава 2 стих Иезекииль 26 глава 13 стих неоднократно уже после указана причина падения Вавилона но ангел вернувший камень в море еще раз указывает на причину этого события во-первых ибо купцы твои были вельможи земли нет не в том грех что они вели торговлю даже не в том что они обрели богатство но в том что они все это обратили не на нужду людей а на свое собственное обогащение на прославление себя на безумную роскошь и увеселение причем все это достигалось ими не иначе как через принятие печати антихриста и поклонение ему как богу вторая причина падения Вавилона и волшебством твоим введены в заблуждение все народы это о растлевающем влиянии города на весь мир к тому же мы видим что для того чтобы ввести в заблуждение все народы чтобы все поклонились антихристу как богу недостаточно было просто средств пропаганды и насилия люди все таки не хотели принимать антихриста тогда необходимо было действовать волшебством необходимо было привлечь непосредственно силы преисподней чтобы заворожить умы людей и овладеть ими тогда во всей силе развернут свою деятельность все тайны мистические общества масонов оккультистов магов колдунов сатанистов так что заблуждение людей часто бывает не просто следствием неведения или неправильного понимания но следствием одержимости духом заблуждения помутнение разума волшебством таковым доказывают хоть сколько убедительно их не переубедишь они заворожены одержимы и причины и третья причина падения города та что откровение 18 глава 24 стих и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле толкование у пророка Иеремии так сказано обида моя и плоть моя на Вавилоне скажет обитательница Сиона и кровь моя на жителях Алдеи скажет Иерусалим пусть так говорит Господь вот я ступлюсь в твое дело я отомщу за тебя я сушу море его и сушу канала его и Вавилон будет грозной грудой развален жилищем шакалов ужасов и посмеянием без жителей как Вавилон повергал пораженных изолитян так Вавилоне будет поверженный пораженный всей страны Иеремия 51 глава 35 37 49 стих Вавилон как столичный мировой город как царица блудница на водах многих виноват не только за убиение в нем самом в нем найдена кровь но и за всех убитых на земле все зверства учиненные в подвластных Вавилонных странах взыщутся с него самого причем Вавилон виноват не только в крови пророков и святых но и всех убитых почуяв кровь он уже не защищается только одними христианами но убивает кого ему вздумается убивает людей даже не знающих за что они погибают так бывает при диктаторских режимах когда начинают уничтожать уже не только неугодные режимы но подряд кого вздумается чем больше убитых тем крепче диктатура но в один день и один час вся эта кровь взыщется от рук убийцы Откровение 19 глава 1-2 стих после всего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа который говорил Аллилуйя спасение и слава честь и сила Господу нашему ибо истинно и праведно суды его потому что он усудил ту великую любодейцу которая расклила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее толкование Иоанн не указывает конкретно кому принадлежит этот голос но говорится но говорит только что это было что это был громкий голос как бы многочисленного народа Андрей Кесарийский разумеет здесь под лекущим хорами всех небожителей и ангельской силы и равно ангельских людей все вместе как многочисленный народ небесного царства они торжествуют радуясь падению Вавилона говоря Аллилуйя на еврейском языке это означает хвалите Бога Аллилуйя распространяющийся библейский возглас прославления и словословия Богу и христианская церковь в своих молитвословиях восцелает неоднократно Аллилуйя Богу Аллилуйя ликует небеса спасение и слава и честь и сила Господу нашему более правильно перевод спасение и слава и сила подобное словословие небожители мы уже несколько раз встречали в апокалипсисе Откровение 4 глава 11 стих Откровение 5 глава 12 стих Откровение 7 глава 1 12 стих Откровение 12 глава 10 стих Спасение Господу наступило через падение Вавилона ибо весьма досаждал ему этот город своими грехами вот теперь Господь спасен от того чтобы всегда это видеть и терпеть и ничто так не оскорбляет Господа так как грехи его творения но вот грех пересечен он спасен от созерцания греховной бунтующей твари спасены христиане от своей страшной гонительницы великой блудницы спасены верные от казни дьявола и слава Господу за суд в котором восторжествовала справедливость за низложение города греха за торжество всемогущего Бога и сила ибо отныне Господь упразднит всякое начальство и всякую власть и силу ибо ему надлежит царствовать да будет Бог все во всем 1 Калифина 15 глава 24-25-28 стих в падении в падении Вавилона будет высшее проявление Божьей силы на земле так небожители были побуждены к этому чудному славословию ибо истинный и праведно суды его земные суды часто служат лжи и неправде но истинный и праведный будут суды Божия потому человек оставь всякую ложь и неправду и садилась отслужителем истины и правдой рука блудницы проливала невинную кровь ровов Божьих души убиенных вопия о возмездии откровение 6 глава 10 стих возмездие наступило и души праведных возликовали и прославили Господа за праведное воздаяние как свой собственный скорбь воспринимает небесный ангел скорби праведников как о своем собственном освобождении ликуют они теперь вместе с ними о чудное ликование небес ныне в немощах и скорбях ныне с надорванных хриплыми голосами ныне немые и глухие тогда возликуют вместе с ангелами громким голосом кабы многочисленного народа ныне шум и крики крики и многочисленного и многочисленного народа неведущего бога заглушают стройное пение верных тогда пение многочисленного народа верных огласит вселенную своей ангельской красотой откровение 19 глава 30 стих и вторично сказали аллилуйя и дым восходил во веки веков толкованием и вторично сказали аллилуйя тем кабы подчеркивается аминь аминь истина так и воссылает сугубую аллилуйя к богу и дым ее не восхотел и дым ее восходил во веки веков это подобно пророчеству Исаию и превратятся реки во смолу и прах его в серу и будет земля его горящую самолою не будут гаснуть ни днем ни ночью вечно будет восходить дым ее Исаия 34 с 9 по 10 стих 10 царей разрушают Вавилон и сожгут его и дым от него развален перейдет в дым вечного огня гиенских мучений так земной суд над Вавилоном будет уже окончательным и изменует собой начало страшного суда подобное бывает и сейчас если человек еще при жизни окончательно и сознательно отворачивается от Бога кулят Духа Святого и всякую благодать то Господь попускает иногда еще на земле совершаться суду и этот суд окончательный знаменующий для этого человека начало вечных мук за такого говорит апостол Иоанн не должен молиться 1 Иоанна 5 глава 16 стих вот пример в назначенный день Ирод одевший царскую одежду сел на возвышенном месте и говорил к ним а народ восклицал это голос Бога а не человека но вдруг Ангел Господень поразил его за то чтобы он не воздал славу Богу и он был изъеден червями умер так муки от этих червей перешли для Ирода в вечные муки гиены где червь их не умирает Марка 9 глав 46 стих дым от позарища Вавилона восходящий во веки веков означает также что посланный на Вавилон наказание на земле никогда не будут забыты а та же и то что земным разрушением и огнем наказание Вавилона не граничится но перейдет в муки вечные гиенского огня все нет Игнать все прошло полчаса но я не знаю точно да нет еще давай считай откровение 19 глава 4 стих тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу сидящего на престоле говоря Аминь Аллилуйя толкование Откровение 19 глава 5 стих И голос от престола исшел говорящий Хвалите Бога нашего все рабы его и боящиеся его малые и великие толкования Еще не все включились в славословие небес Теперь же голос от престола Божия призывает всех рабов его и боящихся его воздать хвалу Богу Никто не должен остаться в стороне и малые в добродетели и подвигах простые христиане и великие светило церковные учителя подвижники мученики все должны славить Бога Из этого мы можем излезть для себя и практический урок Прославление Бога и служение Ему не есть и не должно быть исключительно делом церковной иерархии монахов и подвижников В этом должны участвовать все малые и большие Это дело каждого христианина каждый по мере полученного от Бога дара и призвания должен славить Бога и служить Ему всем сердцем и всей душой Каждый Каждый должен найти свое место в хоре хвалящем Бога Хвалишь ли ты Бога Служишь ли Ему или стоишь в безучастном стороне Чей же Откровение Первое идущие Сейчас со всеми со всеми небесными силами воспеть Аллилуйя Я думаю все Давай Мы всегда заканчиваем Я показываю наше сокровище Изданный И тут 4124 ответа по темам 55 папок Название какое Вера Взаимоотношения Внутренний мир человека А вот когда откроешь там идут вопросы и ответы Я могу даже показать допустим вот слово грех 11 Вот в него только откнул слово грех И все что о грехе у меня встречается в 30 томах открытым оком Вот эти вопросы Какой том конкретно Грех осуждения более всего порицается святыми отцами А можно ли избежать этого греха если уйти от людей и жить со зверями Вот вопрос 2071 8 том Ну ответ Сейчас в него ткнули мы в любом месте Сейчас появляется вопрос и ответ Вот он ответ Я отвечаю Это мои ответы В университетах по радио я вел программы люди задают вопросы Я отвечаю Никуда люди не могут уйти от этого греха Он в пустынях так расцвел что мирским это и не снилось Особо они подозревали друг друга в связи с женщиной или наоборот Тут поле деятельности бесом было безразмерное Кто только не страдал от их игрищ Иоанна 7.24 Не судите по наружности Но судите судом праведным Иоанна 8.15 Вы судите по плоти Я не сажу никого И дальше к кремлинам Первое к коринфянам Все показано жизнью А не строят ловушки Пимен Люди Два снопа Их одеяние монашеское Их То он говорит Он говорит Всегда Есть такие Которые с утра до вечера говорят языком Но в то же время соблюдают молчание Ибо не осуждающего ближнего тоже что молчащий А тут у меня сразу Вяземского стихотворения Вот Вот возвращаемся опять на свою базу Это значит на наш сайт Наш сайт Возвратились мы Ну и теперь Вот внизу написано Православный форум Игнатия Лапкина Рядом прям под иконами Вот в него если ткнуть Православный форум И сразу мы на форуме Вот наш Православный форум 1440 тем Темы большие большие Вот первая тема даже 6 страниц 6 Бывает даже больше Это означает на одной странице там бывает до 20-30 материалов поставленные Вот тут материалов уже 53 поставлено Вот просмотр 4005 Сколько Ну у нас еще открытые сейчас и канал Православный видеоканал открытым оком во свете Библии Около тысячи роликов наших Милости просим Все забудете Два слова Игнатия Лапкина и канал ставьте и вы уже у нас будете Все Вот это У нас есть еще Так называемые Mail.ru Это очень хорошая система Вот Mail.ru И в этом Mail.ru вот мы находим Вот просится человек Сейчас вот друзья Сейчас посмотрел А у него все языческое Видать язычный Вот пожалуйста Mail.ru Я посчитал сегодня У нас здесь 6981 фотография Наши Наши все И Тысячу Сколько здесь Я даже скажу сейчас роликов Мои гости Музыка Видео 1132 Надо написать 1132 ролика Это все наши ролики Не чужие Так что милости просим Это православный библейский сайт Ну и вот интересно Многое говорится о Тысячелетнем Царстве Я показываю как это На самом деле дело обстоит так Коротко Легко запомнить Христос воскрес Если ты в это веришь Все остальное по Библии Вот тут Начало Тысячелетнего Царства Это Книга Откровения Иоанна Богослова 20 глава 4 стих Здесь Сатана скован на Голгофе И это все Том 2 Страница 470 Открытым оком А книги все на моем сайте Это книги Которые я издал Итак Дальше идет Мировая история Эра проповеди И заканчивается И вот здесь Страшный суд Одновременно Восхищение церкви Не за тысячу лет До Страшного суда И здесь же Всеобщее воскресение Праведных и грешных Здесь Но за три с половиной года Воцарение Антихриста Над всем миром Перед этим Три с половиной года Еще будет подготовка Вот Антихрист Время скорби Сатана Освобожден А вот это Тысячелетнее Царство Оно сейчас Ру Пожалуйста Вот что хотел сказать И показать На сегодня пока Достаточно Какой-то Александр Кукушкин Пришел Чем-то Кто такой Не знаю Спасибо Буду читать И постараюсь понять Хотя понять Это Как В пословице Про жизнь Ту Которую Не поле Перейти Ну Я Он задавал вопрос Вот Что-то там Про баптистов Не понимает Где-то Я ему дал На свой сайт Указал Там ответы на все Есть Отдельно Там От церкви Там все Есть Трудно задать Какой-то вопрос Который Как-то бы не касался Ну 4124 Вопроса А вот Тут спорят Вот Мощи все захороним Это я ролик Такой сделал Вот сейчас Посмотрю Вот На этот Ролик Вот они тут Между собой Хлешатся Вот 753 Комментария Уже дали Ну Нет Вот Вот так Здесь все это Считать надо Считать надо Считать надо Считать надо